Добрый день, уважаемые коллеги по хобби! Приветствуем всех зрителей нашего канала! И в сегодняшней нашей небольшой передаче мы обозреем ряд новинок, связанных с привычной отечественной бренд-техникой в масштабе 1,35 от наших китайских производителей Xacto и Trapetor. Итак, начнем мы с новинки от достаточно известной и молодой китайской фирмы Xacto Models. Это модель нашего знаменитого российского автомобиля TIGR. Собственно говоря, вот до этой модели у нас также была той же техникой от фирмы MENG Models. Ну и теперь у моделистов появилась альтернатива. Немного расскажу, что, собственно, ожидает в коробке. В чем основное отличие от MENG, предыдущей модели. Во-первых, детализация сделана гораздо интересней. Модель комплектуется двигателем, чего у MENG нету. Также стоит отметить актуальную декаль. Вот видим, что производитель дает номера тех машин, которые участвовали в операции в Крыму. То есть это уже совсем все актуально. Соответственно, имеет место быть также хорошее, интересное в натравлении, чего у MENG опять же нет и следует покупать доп. наборы. Ну и из тех вещей, которые действительно меня порадовало, это зеркала, уже исполненные из прозрачного материала, зеркала заднего вида. В принципе, если сравнивать, да, опять же, с предыдущим, с MENG, то, конечно, на вкус и цвет, но стоит отметить, что, по мнению специалистов, эта модель более геометрически правильная. Причем по цене они примерно одинаковые. То есть теперь появился выбор, да, эти кальсии, это очень хорошие. И актуальные номера, тут отравление, ну и в целом подробная, естественно, инструкция. Вот так вот у ксак-то все оформлено хорошо. Предыдущей модель была модель основного боевого Данка Т-80У, которая уже была в нашем магазине и отзывы на нее, в общем-то, очень даже неплохие. Вот что касаемо Тигра. Надо сказать, что мы надеемся, что данная фирма еще будет проводить интересные, актуальные модели. В частности, у них планируется новый украинский танк Т-84 Аплот. Должен быть в ближайшее время. Пока это всего вторая модель, которая попадается нам на глаза. Следующая новинка, это Т-64 БВ от фирмы Тромпетер. Что, о чем здесь следует сказать? Как и в случае со своими предыдущими моделями Т-62, Тромпетер, если уже за что-то взялся, то делает практически все доступные модификации по возможности какого-либо танка отечественного, который он производит. В данном случае мы имеем дело с Т-64, в варианте БВ. На данный момент, наверное, самый актуальный танк, потому что практически каждый день мы можем наблюдать его в новостях. Сейчас, надо сказать, что до этого данный вариант производился либо фирмой Скиф, очень некачественный, и чтобы довести ее до ума, требовалась покупка дополнительных революционных наборов. В данном случае все у нас гораздо благоприятнее. Имел честь собирать все предыдущие Т-64 и Т-64А от этой же фирмы. Могу сказать, что стыкуемость на хорошем уровне, деталировка тоже, все, в принципе, соответствует реальности, комплектуется травлением. Традиционно, последние годы для Тромпетера, собственно, блоки динамической защиты, которые и отличают эту модификацию от всех остальных Т-64. Корпус из составных частей тоже. Все это прекрасно стыкуется, то есть никаких проблем со сборкой нет. Единственное, траки, по желанию, наверное, кто-нибудь может взять, что-нибудь из, допустим, траки металлические или какие-нибудь другие варианты, потому что здесь, конечно, трудозатраты определенные будут иметь место быть. В целом, наверное, очень большой очередной спектр Ампетера. Думаю, что долго у нас они не пролежат. Ну, стандартная декаль, правда, здесь без привязок к чему-либо. Обычные зеленые машины советские. Но я думаю, что фотоматериалы, которые есть в последнее время в интернете, позволят собрать что-нибудь интересное и оригинальное. Следующая модель в нашем сегодняшнем обзоре тоже фирма Тромпетер. Тяжелая огнеметная система Буратино. Здесь такая же история. Сначала Тромпетер выпускает машины Т-90 и Т-72, а потом уже все остальное на их базе. Вот дело дошло до замечательной штуки. Очень давно эту модель ждали. До этого Буратино можем забрать только, опять же, с помощью конверсионных наборов различных, потратив на это гораздо больше средств, чем просто купив одну коробку и дорабатывая ее. Опять же, все прилично. Очень хорошая деприровка. Отдельно воспроизводится самопусковая установка из нескольких деталей состоящих. Траки поздние на Т-90, Т-72. Ну, надо сказать, что здесь вот Тромпетер не очень удачное решение, потому что в траке раздельно нескольких сегментов собирать их будет довольно долго. Поэтому я категорически рекомендую покупать, опять же, тот же металл или использовать траки от сторонних каких-то производителей, потому что это значительно упростит работу. Ну, вот, конечно, некоторые минусы, что, опять же, вертикально-выставочную машину КБ Трансмаш, ну, и обычный гвардейский значок и стандартный наш коммуфляж. Теперь же без какой-либо привязки. Хотя данные... Машины данного типа принимали участие, допустим, в боевых действиях в Чечне в 99-2000 годах. Травление, собственно говоря, моторные сетки на Т-72, мелочевка, прочее, прочее. Все, что нужно для сборки детали пусковой башни, верхняя деталь корпуса. Я думаю, те, кто собирал предыдущую их модель Т-72 БА, допустим, или Т-90, найдет для себя эту работу довольно интересную. Катки, части ходовой, балансировки. Опять же, все сделано на хорошем уровне. И последний у нас обзор на сегодня. Это обзор БРДМ-2 с пусковой остановкой противотанковой Рагер-конкурс, который тоже сделала фирма Тромпетер, опять же, на базе своего БРДМ. Прототип интересный. В коробке стандартное содержание. Здесь, опять же, добавлена самопусковая остановка. В принципе, корпус тоже самый, что в предыдущих моделях. Я думаю, что за те полтора года, которые прошли с выхода базовой модели, уже есть опыт сборки, опыт использования дополнений. Ну, здесь немножко травления. Все, в принципе, стандартное. Вот, для исключения вот этих вот летников. Это, собственно, ПТРК-конкурс, который устанавливается здесь вместо обычной башни. Это, по-моему, четвертый вариант БРДМ-2, который делал Тромпетер. Был обычный, был поздний, был, если я изменяю память, химической биологической защиты. И вот БРДМ с ПТРК. Раньше БРДМ-2 делал с учительной фирмой Драгон. Модель была очень древней, очень клевая. А сейчас, к счастью, появляется альтернатива. Ну, на сегодня это все. И при этом мы постараемся радовать вас новыми моделями и новыми обзорами. Напоминаем, что мы ждем вас в паре с Elmarato 86. у станции метро «Венегородская». Всегда приходите, поделимся знаниями, поможем в выборе. И обязательно все вам расскажем и покажем. До новых встреч, друзья!